В форматах комикса, лекции, даже чата в Москве стартовала в неконкурсная программа фестиваля «Золотая маска», детский уикенд, классика в оригинальных трактовках от ярких молодых режиссёров. В этом году проект рассчитан на самую требовательную аудиторию подростков, которые сами смогут поучаствовать в театральных экспериментах. Все подробности Ивана Балан. Пол покрытый мукой, мука проливается из окон. Папа! На этом спектакле вместо бинокля выдают картонные коробки. Зрители попадают в класс трудных подростков и вместе с главным героем начинают познавать все этапы нелёгкой взрослой жизни. Если кто-то из присутствующих сегодня мальчиков переосмыслит своё отношение к матери или к отцу, наверное, это будет такой хорошей наградой за весь тот труд, который мы проделали за эту неделю. Такой режиссёрский ход не только вызов театральным традициям, но и сигнал подросткам. Театр может быть современным и понятным. Сейчас, мне кажется, очень мало делают что-то такое именно для подростков. А вот такие доступные, что-то, что отзывается у людей в душе, это нужно смотреть, ходить. Повесть «Мучные младенцы» английской писательницы Энн Файн впервые на московской сцене. Как и остальные постановки специального проекта «Детский уикенд», который проводится в рамках внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска». Участвуют в нём молодые режиссёры и актёры разных театров. Задача непростая. За пять дней поставить небольшой эскиз по современным произведениям для подростков. Нормальный театр не может себе позволить такой эксперимент. Вот это будет первая встреча этого материала со зрителями. Мы поймём, вообще работает это или не работает, увлекает ли это зрителя. Это своего рода театральная лаборатория. Режиссёры экспериментируют с текстами, костюмами, декорациями актёра с игрой и подачей. Делали отливку из гипса полностью моего лица, всего тела, чтобы сделать из папье-маше некую куклу. И для меня это действительно такой необычный актёрский опыт. Но всё же главный участник такого эксперимента – зритель-подросток. Его восприятие совершенно нового, непривычного для театра материала. Задумка хорошая, по книге написанная. Очень свершено было, где зритель мог поучаствовать в спектакле. Это, наверное, первый спектакль, когда я одновременно мог и смеяться, и плакать. Стать участником такой театральной лаборатории, увидеть современные постановки, познакомиться с их актёрами и режиссёрами можно будет до 18 марта. Анна Балан, Андрей Лапидус и Станислав Халитов. Вести.